Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Так подшивку можно взять. Только пишет беременным женщинам, нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале вокруг мира один профессор, значит, пишет. Суставом смазку дает 150 зубровки, 200 мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцидару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаха. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастетикам надо осторожнее быть. Им нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом два часа ничего не ест. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет. Только этим себя и поднял. А вот академик один после инфаркта месяц лежал, пластом лежал. Начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает вот. Случай-то описан был. На Кавказе было. В горах он лежал. Ну, как-то лежал, как безнадежный. После трех стаканов. Сам с горы сбежал. Внизу его родные все стали. Внуки там. Ну, жена. Ну, все-все-все. Шутка ли, покойником был. Ну, хорошо кто-то догадался самогон увлить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все. Надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брага. А она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени. Простел он навсегда. Насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный вак. Но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда все время о здоровье-то думаешь, ведь знаешь, что против чего. Девушка. И мне. И синтуки. И чего-нибудь от печени. Субтитры сделал DimaTorzok